Всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Плеском Михаила. И сегодня мне в ремонт попал аппарат. Это J5 2017 года. Он же сейчас попробует сфокусироваться. J530FM с проблемой. На устройстве восстановлены настройки по умолчанию, чтобы продолжить вводить в аккаунт Google, который был синхронизирован с ним. Это сработало так называемой защитой FRP, Factor Reset Protection, то есть защиту от общего сброса. И если по каким-либо причинам вы не помните Google аккаунт, который вводили на устройство до сброса, то сейчас вам покажу, как вы самостоятельно в домашних условиях можете обойти данную блокировку. Спонсор нашего сегодняшнего показа – компания CityMaster, которая любезно предоставила мне телефон для снятия видео. Спасибо! Итак, приступим к самой разблокировке. Разблокировка у нас делится на две части. Первая часть – это мы, используя те или иные дырки в программном обеспечении, включаем отладку по USB на данном устройстве. Вторая – это используя программное обеспечение, ссылка на которой есть в описании видео. То есть, по первой же ссылке из описания к этому видео, есть ссылка на архив. Скачиваем его и разархивируем куда-нибудь, например, на рабочий стол. Я разархивировал папку на рабочий стол, папку FRP Samsung. Собственно говоря, вот она. Итак, сейчас приступим, переключимся на сам телефон для начала. Что мы делаем? Три раза коротко нажимаем на кнопку Home. Раз, два, три. У нас включается функция Toolback. Функция Toolback – это режим для слепых или слабовидящих. Сейчас я сделал потише, чтобы функция Toolback не проговаривала нам все слова. Далее, поверх экрана рисуем большую английскую букву L. Далее, выбираем настройки Toolback. То есть, один раз нажали и два раза быстро кликали куда угодно на экран. У нас открылись настройки Toolback. Далее, зажимаем обе клавиши громкости и держим. У нас ускакивает меню «Приостановить Toolback». Выбираем всегда предупреждать. Раз, два. Окей. Раз, два. Все, функция Toolback выключена. Далее, проматываем в самый низ, выбираем справка «Отзыв». Здесь нажимаем на лупу и по-английски пишем «Воисе» и «Поиск». Прошу прощения, опечатался. Пишем «Воисе». И выбираем самый первый пункт. Get Started is Voice Access. Далее. У нас появляется значок YouTube, точнее проигрывания видео. Первый раз нажимаем на него «Проиграть». А второй раз щелкаем вот сюда на настройки. У нас открывается приложение YouTube. Далее, свайп вниз, свайп влево. Нажимаем вот на этот кругляшок. И здесь выбираем условия использования. Напомните позже. После этого мы попадаем в самый обычный браузер. В браузере заходим на мой сайт teleed.ru. Перейти. Далее. Здесь нажимаем меню. Файлы. И видим статью. Файлы, необходимые для снятия блокировки FRP. Входим в эту статью. Проматываем чуть ниже. И скачиваем файл QuickSharkotMaker. Скачать. Как видим, у нас идет начало загрузки. Данный файл занимает порядка 2 МБ. Это нормально. То есть несколько секунд ждем, пока он 100% скачается. Ну, собственно говоря, я думаю, что 2 МБ у нас уже скачалось. Далее нажимаем на закладки. Отмена. Журнал. Журнал загрузок. И здесь видим, скачиваем файл QuickSharkotMaker. Нажимаем на него. Настройки. И разрешаем установку из неизвестных источников. Ок. Установить. После этого у нас появляется кнопка открыть. То есть открываем эту программу. Далее. Приложение. То есть действие. Нас интересует приложение. И здесь по-русски пишем калькулятор. Выбираем калькулятор. Выбираем просмотреть. Итак, у нас запускается стандартный калькулятор. Что мы делаем дальше? Заходим в папку FRP Samsung, которую мы скачали. Сейчас попробую сфокусироваться. И здесь есть файл Info. Запускаем его. Сейчас я сделаю шрифт побольше, чтобы вам было лучше видно. Ну, хотя бы так. Что мы делаем дальше? В калькуляторе набираем комбинацию. Скобочка открыть. Плюс 3. 0. 0. 0.12. 0.12. 732. 732. Плюс. У нас открывается другое меню. Здесь мы пишем звездочка решетка. 0.8. 0.8. Решетка. То есть второе то, что текстовое поле. Здесь мы выбираем последний пункт. И выбираем ребут. Собственно говоря, все это мы делали для того, чтобы включить отладку по USB. Телефон пока у нас перезагружается. Я его отложу. Текстовик нам этот уже тоже не нужен. Далее. Если у меня эти все драйвера уже, понятное дело, давно установлены. Сначала устанавливаем Samsung USB Driver for Mobile Phones. То есть устанавливаем этот драйвер. Далее устанавливаем драйвера на ADB. ADB Driver Installer. Просто устанавливаем их. И напоследок, после того, как установили все драйвера, рекомендую даже перезагрузить после этого компьютер, запускаем GSM Flasher. FRP ADB Remove Cracket. Запускаем эту программу. Для работы этой программы у вас должен быть установлен NetFireworks. Так, после этого выходим из... Зажимаем обе клавиши громкости. Мы вышли из режима Tollback. Далее. С помощью обычного micro USB кабеля подключаем телефон к компьютеру. У нас выскочило вот такое вот окошко. Откладка по USB. Если оно выскочило, это говорит о том, что все драйвера вы установили корректно. И в первую очередь это драйвера для работы ADB. И нажимаем ОК. Как видим, сейчас я попробую сфокусироваться. Программа GSM Flasher правильно определила модель. Это J530FM и версию Android 7. Далее нажимаем Remove of RP. Далее нажимаем ОК. Собственно говоря, компьютер нам после этого уже вообще не нужен. Кабель нам уже тоже не нужен. И нажимаем начать. Сейчас сфокусируюсь. Пропускаем настройку Samsung аккаунта. Соглашаемся со всем, что он нам тут предлагает. Ну, либо отказываемся. В общем, проходим стандартную первоначальную настройку. Вскакивает диспетчер SIM-карт. Собственно говоря, на этом практически все. Это победа. Но есть одно но. Если вы сейчас... Конечно, пошли все уведомления. Если вы сейчас заблокируете телефон и разблокируете его, то работать он практически не будет. То есть все еще включена функция Tollback. Отключаем ее долгим нажатием на две клавиши. И что мы делаем дальше? Заходим в настройки. Специальные возможности. Tollback. И отключаем эту функцию. ОК. Можем проверить сведения о телефоне. Модель J530. Версия программного обеспечения Android 7. Учетных записей никаких нет. Можно совершенно свободно добавлять новую учетную запись. Итак, телефон у нас полностью разблокирован, готов к выдаче. Если видео было вам полезно, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Я считаю, что это лучшая благодарность. И если будут какие-либо вопросы, я с удовольствием отвечу на них в комментариях. Всем спасибо и до свидания. До свидания.